Дело в том, что видите, у нас отсюда получится так. В том и в другом случае одинаково выглядит связь k пополам с np пополам. Двойки сокращаются, k остается так, np делить на a. Поэтому смотрим h квадрат на 2m, да? А вместо k квадрат я пишу, значит, вот что. n, ну, во-первых, я а на пи, нет, вернее, там, пи деленное на а, пи деленное на а, квадратное, да, вот так вот, и n квадратное. Вот как выглядит спектр. И здесь n принимает значения такие, смотрите, 1, 2, 3 и так далее. Одинаково. Но решение у нас будет чередоваться. При нечетных n это будут четные решения, с косинусом связанные, а при четных n это будут синусы в дальнем решении, то есть нечетные решения. Итак, спектр, таким образом, видите, я вам еще раз перепишу, это будет пи квадрат h квадрат на 2m a квадрат и n квадрат. n квадрат. Вот так выглядит спектр. Ну, вот, давайте я нарисую некоторые решения, некоторые решения нарисую. Значит, ну, давайте вот здесь нарисуем эти решения. Я яму сделаю подлужиной вот здесь, да, вот она у нас, сама яма. Так, и вот теперь я давайте вырисовываю, вырисовываю буду решение, начиная с 1, оно соответствует основному состоянию. Преанравным единицам, у меня, значит, k сюда надо подставлять, да, преанравным единицам, где-то не надо еще, без ян, давайте здесь вот. Так, n равняется 1. Значит, вот я отсюда беру, k равняется, у меня, k равняется пи делить на а. И решение, так выглядит, косинус пи x делить на а. Ну, давайте я его нарисую, косинус пи x делить на а. Ну, здесь можно прямо написать в си g, 1, это равняется единицам. Это будет, значит, с g1 на косинус пи делить на а x. Это вот волновательность основного состояния. Ну, как она выглядит? Значит, на границах, здесь граница а пополам, плюс-минус а пополам, значит, будет косинус пи пополам 0. А в центре, когда x равно 0, это будет единичка, это будет cg, вот как раз. То есть она вот так будет функционировать здесь. Это вот просто половинка косинуса, половинка косинуса. Половинка косинуса. Такая колоколообразная функция, да? Но, ну, на самом деле, подщипывая, подщипывая колоколообразная, а подщипывая колокольные функции. Почему, ну, видите, вот здесь вот на границе 0. 0. Обрывается функция вообще. В 0 обращается на границе. Кроме того, надо обратить внимание, тут коррекция четная относительная версия, так. А, во-вторых, нет узлов функции, ведь ни одного узла нет. Ну, кроме вот этих ганичных значений нулевых. А нетривиальных нулевых значений узлов нет. Идем дальше. Следующая функция. Следующая функция будет при анравном двойка. Ну, это уже будет синусоидальная функция. Смотрим сюда. Значит, при анравном двойка, ну, здесь в два раза просто увеличу. 2π на а. И следующая функция. Пси у будет. Пси у будет. Пси у будет. Ну, это синус плюс-минус π, 0. Дальше в центре тоже 0. В центре тоже 0. Значит, это будет полный синус. На самом деле, полный синус. Ну, я... Это у меня основное состояние. Энергия у меня же выше стала, да? Вот я где-то здесь нарисую функцию 0. Вот такого вида будет функция. Ну, а дальше, кстати, можно смело писать 0 для функции. Вот, на самом деле, можно. То есть, кстати, обратите внимание, вот этот косинус можно было перевернуть. Вот так вот нарисовать. И здесь тоже синус можно перевернуть. Ну, это означает, например, с фазой всего лишь. Ну, с минусом на физическое, это ничего не дает нового. Итак, здесь обратим внимание на появление одного узла. Первое возбужденное состояние, основное состояние безузельное. Первое возбужденное состояние, состояние с узлом. На самом деле, вот это универсальный результат. То есть, в любой яме, в любой яме, практически любой форме, у вас основное состояние, состояние без узлов. Без узлов. Первое возбужденное состояние будет соответствовать одному узлу. Второе, двум узлам. Кстати, обратите внимание, что числом узлов у вас начнет расти такой осцелирующий характер, как бы решение, осцелирующий характер. Но если я сижу в яме, и вот так, в объеме третьего курса, вам далеко не узнают, так? Я знаю, что по числам узлов я могу примерно прикинуть, сколько мне осталось еще сидеть в яме. То есть, чем больше узлов, тем более сцелирующий характер принимает решение, так? Вот, важно, что все эти узлы в детстве в одной яме, так? То есть, это означает, что решение все больше и больше приближается к свободным решениям, и число узлов, ну, Гурумпеля, дисконечко, так? Поэтому число узлов это, в общем, какой-то фактор, ну, квазитивный такой, ну, какой-то, ну, сериальный, ну, какой-то такой вот оптимизм. Итак, идем дальше. ВСИ, Ж3, это будет четное решение, но с Н, нечетным, естественно. Я не буду уже функцию писать, ну, так, косинус, только косинус 3П на А, Х, и сразу картинку нарисую третьего решения. Значит, это будет четное решение, четное решение, но косинусуидального вида, как оно будет выглядеть? До границы нули, так, в центре, ну, в центре нули, ну, так сильно маловероятнее, потому что же косинус, косинусуидальная кривая, так? То есть, картинка так должна выглядеть, вот надо уложить сюда 3 такие половинки, 3 половинки. Значит, это как-то так вот я покрасить, чтобы как-то надо это сделать. Нет, вот что-то, что-то более-менее, ну, вот такого вида решения. Вот так вот, ну и так далее, опять 0. То есть, обратите внимание, здесь на существование уже двух узлов функций, и видите, число узлов растет, 0, 1, 2 узлов, будет дальше 3 узлов, 4 и так далее, так далее, так далее. То есть, число узлов равняется N минус единица здесь. Вот здесь N и B, число узлов, 0, здесь N двойка числа узлов, значит, 1, там тройка числа узлов, 2 и так далее, так далее. таким образом у вас решение решение все приближается как бы по числу узлов по крайней мере к решению характерному взгляд свободного движения которым число узлов бесконечный но здесь у вас яма бесконечной глубины поэтому число узлов будет расти так вы будете оставаться в яме граничную слоя будет 0 поэтому у вас плотность плотность узлов на квадратный сантиметр просто будет расти колоссальный когда вы по энергии будет подниматься вот такое решение для бесконечно глубокой ям подать или сразу прикинем а что же будет для ямы конечной глубины для ямы конечной глубины интуитивно просто посмотрим интуитивно что же будет то есть пока просто прикинем прикинем и так если я могу не иметь конечную глубину я примерно так же делаю лишь вот здесь но я бы 0 потенциал вот такого вида решение что здесь будет то есть теперь у меня глубина ямы не бесконечность а вы просто константа некая в или в 0 может был ну просто вы чтобы лишнюю сущность не добавлять здесь просто в константа что мы не будем а дело в чем дело в том что теперь видите как теперь у вас в областях так смотрим один два три как будет выглядеть решение ну начнем во первых с первого случая а когда е меньше в 0 вы просто меньше вы то есть это означает решение в яме то есть энергия меньше чем луина ямы то есть высота барьера практически тогда мы знаем что решение комбинация функции вида есть или плюс-минус и колликс это решение типа косинуса и синуса и так в этой области при я меньше в области 2 си 2 это так как у меня опять же видите задачка симметричные поэтому я могу поделить решение на черные не черты то есть в этой области записать для черных решений си же это будет cg на косинус к икс косинус к икс пополам а нет к икс почему к икс пополам к икс просто для нечетных решений будет также цу на синус к икс синус к икс то есть также делим на черные нечетные решения дальше смотрим это для области 2 делим решение на решение типа косинуса и синуса ну всякие обратите внимание опять же в зависимости от к у нас будет там число узлов прости скажем ясно что с ростом энергии ситуация та же самая будет наблюдать что узлов будет расти тоже функцию учет и нечет и скорее всего они будут так чередоваться четко нечетно теперь дальше в области 13 раньше то у нас я бесконечно много ямы здесь функция в норе прощал потенциал бесконечности конечно же все решение выбирать 3d меньше в решение в этой области выбираем типа падающие спадающие либо простущие экспоненты но простущие экспонента нас вообще не устраивает почему ну представьте себе экспонентов смотрим области экспонента здесь нарастающие тогда у вас не плотность вероятности будет расти вместе с этой экспонент а по идее это я ли у вас частица локализуется чтобы зачать это часть что по мере удаления частицах я у вас плотность вероятности падает падает зачем должны выбрать падающую экспонент в эту область и в этом все точно также падающую экспонент и больше витеках у вас решение в области 1 и 3 опять же отличается инверсии инверсии поэтому мы можем построить зная решение области 1 можем построить решением области 2 выбирая соответственно симметрично или черную или нечетную комбинацию и так область 1 3 область в положительном направлении с x и так как это будет выглядеть решение все три есть степени нормировки ну что значит множитель нормировки тут нельзя этот коэффициент называть множители нормировки почему же функции это нервируется на весь объем то есть на всю область минус бесконечности до плюс бесконечности это некто некоторые ложные которые конечно потом будет ходить условие нормировке определять условия нормировки даже есть степени но здесь вот нужно падающую экспонент эту и x у меня положительная копам и договорились выбирать правда мы доплись выбирать его положительными ли отрицательным зависимость от того какую о�ус мы смотрим положительных икс или отрицательных Главное, отбирать либо падающее, либо зарастающее решение. Е в степени минус каппо х в данном случае я беру. Каппа положительная. Каппа положительная. Ну и тогда в области 1 для четных решений я выбираю точно такое же поведение. Для четных решений точно такое же поведение. Это область Пси3. Значит, давайте так сделаем. Для четных и нежных решений я буду размножать это поведение. Для четных решений в области 1 я выбираю тоже падающий экспонент. Только там, если у меня х отрицательно, каппа положительно, тогда знак на другой выбирает. Итак, е в степени каппа х. Или каппа положительно. Но, повторяю, в области 1, значит, это поведение для функций Пси1. Это для четного решения. Для четного решения. Для нечетного решения я выберу С, минус С3, вот так, минус С3. Е в степени каппа х. Тоже падающую экспоненту, но только с другим знаком. И теперь давайте представим себе, как выглядят эти решения. Ну, во-первых, экспоненты спадающие. То есть, ясно, что на границе вот здесь я должен сшивать решение. То есть, решение типа косинуса-синуса на границе я должен сшить с решением типа экспоненты. Спадающие экспоненты. Как это все будет выглядеть? Ну, вот давайте вот сюда, наверх, я выберу. Как это будет выглядеть? Итак, смотрим, как это будет выглядеть. Теперь уже саппалки надо. Срочно. Соль. Ясно. Надо. Итак. Беру решение, которое у меня в бесконечном глубокой яме было основным. То есть, соответствовало основному состоянию. Состоянию с минимальной энергией. Это косинус К, где К было равно П делить на А. Х. К было равно П делить на А. Ну, вот это решение, да. Вот теперь смотрите. Если я, вот давайте мы так мысленно сделаем. Я беру и теперь вот эту бесконечную глубокую яму делаю конечную. Ну, таким образом, вот эти барьеры бесконечные. Ну, я бог, скажем, да, беру-то и уменьшаю ее. Что произойдет с этим решением? Как оно будет выглядеть? А дело в том, что у меня же теперь вот в этой области начнут появляться экспоненциально спадающие решения. А решение внутри ямы, оно, в общем, относительно слабо будет меняться. Но на границе-то я их должен сшивать. Это означает, что вот эта доточка полезет вверх. И тут появятся хвосты экспоненциальные. Итак, как будет выглядеть решение? Вот у меня экспоненциальное спадание слева. Я беру симметричное решение, с косинусом которой, да? Экспоненциальное спадание справа, а внутри вот этот самый косинус. О, как будет выглядеть это решение. И мы сразу же можем сказать, что в зависимости от глубины ямы, да? Вот эта величина будет меняться. Чем выше барьер, чем более глубокая яма, тем эта величина будет меньше. А значит, что эти хвосты будут меньше. С чем связаны эти хвосты здесь? Они связаны с эффектом, который называют в контрмеханике туннели. Или еще иногда говорят, что они связаны с подбарьерным туннелированием. С подбарьерным туннелированием. Классики, конечно, такого нет. Представьте себе, у вас сидите вы в классической яме. Ну, конечно, вы за пределы стенок вообще выйти не можете. То есть за пределы ямы, фактически, да, выходит за пределы ямы. А в квантомеханике, видите, вы можете себе как бы вырыть туннель. Слово туннелирование, вырыть туннель. И, на самом деле, углубиться за пределы ямы. То есть вероятность обнаружения частицы за пределы ямы, она в приконечной глубине ямы, отлично от нуля становится. Отлично от нуля. Вот как раз за счет этих решений экспоненциальных. Ну, понятно, что здесь нужно решение, повторяю. С подальше, вот для чертного решения, слева и справа, видите, это просто одинаковые будут здесь экспоненты. Коэффициенты С3 одинаковые. Экспоненты, собственно, одинаковые. Ну, сколько они внешне отличаются. Здесь, видите, минус КПХ стоит, а здесь плюс КПХ, но Х здесь не отрицательный. Дальше, следующее решение. Ну и точно так же, посмотрите, что произойдет. Следующее решение. Опять же, я глубину ямы уменьшаю. Так, делаю яму конечную. Ну, тогда у меня появляются вот здесь вот такие... За счет туннелирования, квантового туннелирования, появляются такие хвосты. За счет подбарьерного туннелирования. Ну и, конечно, этот синус искажается. Как они будут выглядеть? Ну вот, ну, давайте я вот на этом уровне нарисую. Как это будет выглядеть? Итак, вот у меня был бы синус. Вот я его и теперь изображаю. Оп! Вот такого типа второе решение будет. Ну и так далее. То есть точно так же у вас будет нуль узлов на волновой функции, соответствующий основному состоянию. Один узел на волновой функции, соответствующий первому возбужденному состоянию. Ну и, по идее, и так далее. По идее, и так далее. Ну, мы с вами уже говорили, что число уровней, которые влезают в яму, оно на самом деле конечное. Но обратите внимание на выражение для энергии. Вот я сейчас перепишу и выпишу здесь еще раз. Е, Н, для бесконечно глубокой ямы, Е, от Н, зависящей, да, но так выглядит, вот у меня здесь остались следы. Пи квадрат, Аж квадрат, на два М, А квадрат, Н квадрат. Где Н фактически номер уровня. Первый, второй, третий и так далее. Ну, понятно, что если яма конечной глубины, так у вас вот... Не можешь в бесконечности это все продолжать. То есть вы в яме конечной глубины не сможете получить бесконечное количество решений, соответствующие локализованным в яме состояниям. Вот все эти состояния, видите, они локализованы в яме. Почему? Потому что в основном плотность вероятности все-таки сосредоточена внутри ямы. Несмотря на то, что у вас есть вот эти вот хвосты туннельные, но все-таки плотность вероятности в основном сосредоточена в яме. В этом случае мы говорим, что частица локализована в яме. Имею в виду все-таки этот квадратный эффект, что вероятность обнаружения частицы за пределами ямы отлично от нуля, но эта вероятность относительно мала, как правило. Поэтому число уровней, как говорят, локальных уровней в яме, конечной глубины, конечно. Ну и сразу возникает вопрос, теперь давайте яму все делаем меньше, меньше, мельче, мельче, мельче. Что в этом случае произойдет? Ну на самом деле это интересный будет эффект. Уровни локальных вот выскакивают так вот так все. И будет меньше, меньше, меньше становиться. Ну и в конце концов мы дойдем до одного уровня всего. И может доказать теоремку, ну вот я вам сейчас заданю, как и надо, доказать теорему, согласно которой в прямоугольной, одномерной прямоугольной яме всегда есть хотя бы один локальный уровень. Хотя бы один локальный уровень. То есть это означает, что частица может локализоваться даже на яме любой, сколько угодно, малой глубины. Ну правда, видите, это тоже все, на самом деле, относительно. Что это означает? Это означает, что чем меньше у вас, чем меньше глубина ямы, тем вот эти хвосты, они все более значительно станут. Поэтому локализация-то будет тоже относительной, конечно, тоже. У вас эффект туннелирования, в этом случае, будет все более и более значительным. И роль хвостов в туннеле будет возрастать. Ну а если энергии у вас больше, чем вы, то есть если вы находитесь вне ямы, движетесь как бы вне ямы, ну тогда интересно, тогда у вас вообще в областях 1, 2 и 3 решения должны быть, должны иметь экспоненциальный вид, экспоненциальный вид. Как в этом случае быть? Итак, в случае В. То есть второй случай, давайте рассмотрим. А сутнелирование, как я это обозначал. Итак, второй случай, когда энергия больше В. Больше В. То есть это означает, что у вас во всех областях, во всех областях энергия больше потенциала, больше потенциальной энергии. То есть во всех областях решение будет экспоненциальное. Ясно, что в этом случае все-таки надо исходить из решения вида Е в степени плюс-минус ИКХ, вот такого вида. Но на границе также сшивать вот такого типа решения. Но легко видеть, что вот в этом случае у вас решение будет соответствовать инфинитному движению. То есть это соответствует делокализованным состояниям. Дело в том, что плоская волна, видите, она странная вероятность задана во всем пространстве. Плоская волна. Если она не ограничена, как мы в случае, видите, косинус это кусок. Плоской волны взяли, вводя граничные условия. Но ведь здесь у меня таких граничных условий, которые зарезали эту функцию, нет. У меня есть, конечно, граничные условия, которые соответствуют сшиванию решения, но эти решения будут типа плоских волнов. И на этой границе, и на этой границе. И здесь условия локализации нигде нет. То есть мы имеем дело с делокализованным в пространстве состоянием. Или, как говорят еще, итенерал таким составит. Состояние от слова итенерал блуждающий. Он влезнет. По-русски. Блуждающий. Ну, чаще надо говорить, конечно, делокализованное состояние. И так мы будем делать с делокализованным состоянием. Также на границе, повторяю, мы их сшиваем. Но эта задача, вот, с Е больше В, она типична для задач типа рассеяния. Ну, вот я, собственно, об этом уже упоминал. То есть представьте себе, вы едете по дороге, и на дороге яма. Вот логика какая-то. До сих пор, когда мы говорили о решениях внутри ямы, это означает так. Ехали по дороге, и в яму взвалились. И локализовались. Вот такая ситуация. Нормальный, да? Вот это как раз соответствует тому, что энергия у вас маленькая оказалась. Так, и вам не удалось проскочить. Между прочим, подходите, да? Вам не удалось проскочить ямой. Но если у вас энергия достаточно большая, вы раскапиваете ямой. Но тем не менее, ведь эффект от ямы все равно какой-то останется. Ну, вы можете колесо потерять. Это будет неупругая рассеяние, между прочим веком. В пользу с тем, что вам рассеяние уже рассказывали, да? Упругая и неупругая рассеяние чем отличаются? При упругом рассеянии у вас не происходит изменение энергии. Возможно произойти, скажем, изменение направления движения частицы, да? А при неупругом рассеянии у вас происходит изменение энергии. А может и состава даже частиц, сталкивающихся в результате этого процесса. Ну, то есть, например, пример неупругого рассеяния. Сделал электрон, а вот сидит протон. Пример упругого вначале рассеяния. Значит, электрон мимо пролетает. Тут хорошо летит, хорошо летит. А это же его прикягивает протон. Но тут хорошо летит. И так пролетает мимо. Ну, ясно, что он траекторию поменяет. Каким образом? Летел, летел, уже притягивается. Развернулся туда, куда-то. Все, дальше пошел. Это пример упругого рассеяния электрона на протон. А пример неупругого рассеяния. Сделал электрон. Ну, так, киловатт летит, летит. Подлетает и оп! И образовал связанное состояние. Это водород образовал в чем видите? Локализовал. А в том случае у вас задача, рассмотрится к задаче рассеяния, к задаче о влиянии некоторого потенциала, мы говорим, примесные потенциалы рассеяния, на движение, на движущуюся частицу. Так вот, в случае, если Е больше В, мы как раз именно так и рассматриваем эту задачу. Ну, в этом случае, что обычно делают? В области 1, мы говорим, частица движется вот на этот дефект. Так, на яму. Ну, повторяйте, может быть, барьер, пожалуйста. Значит, барьер, когда вот сюда надо было, вот это сюда, опусти, а это поднять сюда, да? То есть, вывернуть яму, барьер будет. Но, опять же, если эта энергия больше высоты барьера, вот, то мы задачу рассматриваем так. Это некий такой потенциал рассеяния будет. Либо яма, либо барьер. Ну, принципиально это не важно. Хотя, количественно, конечно, вы должны понимать, что разница будет. То ли вы налетаете на яму, то ли вы налетаете на какой-то там угол. Вот. Итак, вы рассматриваете задачу следующим образом. Частица падает слева направо. То есть, движется в положительное направление Си-Х. Это означает, что в области 1 падающая волна описывается как Е в степени Пси-1. При Х, стремящемся к минус бесконечности, описывается как Е в степени ИК-Х. Вот это будет, как бы, начальное условие у вас для задачи рассеяния. Движется в положительное направление Си-Х. Дальше что-то с ним происходит. Вот здесь как раз мы начинаем смотреть эти решения в области А1, А3, связываем их и так далее. Но на больших расстояниях при Х, стремящемся к плюс бесконечности, вы снова имеете решение типа Е в степени ИК-Х. Да, но у вас еще добавляется из-за рассеяния, у вас добавляется еще отраженная волна, которая при Х, стремящемся к минус бесконечности будет вести себя как Е в степени минус К-Х. То есть, задача будет выглядеть так. В результате рассеяния у вас решение после рассеяния будет представлять собой падающую или проходящую, теперь мы ее назовем, проходящую волну и отраженную. Ну, я не говоря, рассеянную волну, отраженную волну. В нашем случае, в случае таком одномерном, конечно. Ну, в случае там двумерный или двумерный, вообще примерно обобщается. Вот так примерно опять же рассматривать задачу, я не ставить такими крупными масками, я на мере, задачу рассеяния. В случае, если энергия у вас выше, чем высота барьера, ну или в данном случае выше, чем высота этого барьера, то есть выше, чем глубина яма. Вот так поработаем в случае, значит, наявного потенциала. Значит, вот задача оба одноявного потенциале, вот такой там одномерной, прямоугольной потенциальной яме, она приведена во всех учебниках по квантамеханике. Причем, в учебниках, ну правда, не во всех, не во всех, но в задачниках по квантамеханике. Переведено детальное решение задачи движения частицы в яме конечной глубины. Это будет вам некое задание, да, вот такое самостоятельное проработанное. Я, кстати, не общий, но видите, здесь проблемы. Ну, а детально мы это все должны разобрать сами. Значит, я вам напомню, я вам рассказывал уже один раз. Ницца, университет София Антаболис. Творец, прекрасный парк. И тут такая доска, пьеменье, физфака этого университета. И там после сессии, таким отруким, на трех страницах, решение задачи о движении частицы в одномерной, буквально, яме конечной глубины, на трех страницах от руки написано. И там отмечено красным. До сюда тройка, до сюда четверка, и до конца пятерка. Ну, я перевожу эти тройки, четверки, пятерки на русский язык, потому что у них там троих, четверых, пятерых метров нет. Это 20-балльная система оценки. Ну, грубо говоря, десятка, тройка, десятка получили. Вот. Видите ввиду? Причем там они решают эту задачу без всяких пособий. Не то, что мы, не то, что наша халява так. То есть просто выдается им такой вот, всякий самый, с печатью, грубо говоря, листочек, вот, зашифрованный там, что-то уголочек как-то зовем. Все-то зашифровано, они все-то решают, сдают, ну, а дальше вот, как уж есть. Поняли, какая тяжелая жизнь у студента в Европе. Все на сегодня.